Второклассник мой идет. Красавчик. У нас пока на улице жара стоит. Я вспомнила про этот костюм. Я его одевала только один раз в прошлом году. Так как это лето было совсем не жаркое, благо сейчас вот нам в сентябре, не знаю, может бабье лето. В общем, я решила вспомнить про этот костюмчик и его выгулить. Удачненький. Его, кстати, можно вот так вот и под каблучок. И даже на плоском ходу тоже будет хорошо смотреться. Это брюки завышенной талии и вот такой вот укороченный топ. Можно плечики спустить, можно плечики поднять. Здесь очень красиво в нем выделяется талия. Вот здесь внизу вот такая вот широкая резинка, но тем не менее талия все равно видна. И скрывает бедрышки, если они есть. В общем, такая удачная моделька. Я люблю такие брюки, типа фасон палаца. В общем, вот. Пойду выгуливать. Такую красоту. Надо еще вот что-то похожее посмотреть. Очень, кстати, удачная моделька. Матюнь, ну встань, ну расскажи, ну как тебе? Класс. Ты же первый день сегодня, да, был? Да. Что вы там делали? Первый учебный день закончился. Мы домой. Все прошло хорошо. Знакомство с новым учителем тоже прошло хорошо. Погода у нас шикарная. Сегодня нам очень повезло с погодой, прям жара-жара. Ребята, все, видно, соскучились друг подружки. Сегодня пару уроков. И все. Теперь... Только три. Три. Теперь идем домой. Что получать? Подарки. Подарки. А я вас всех поздравляю. С началом учебного года. И родителей, и деток. Всем нам легкого учебного года. Хороших оценок, впечатлений. А нам терпения в этом деле. Вот. Так что с новыми силами. Добрый путь, как говорится. Всех приветствую в новом влоге. Я к вам тут со своим уловом, который сегодня успела урвать. Зашла в магазин. Достаточно новый для меня. Мне кажется, даже он не так давно у нас открылся. Но вот если у вас в ваших городах тоже есть этот магазин, напишите, ходите вы в него или нет. Если да, что покупаете. Я была очень приятно удивлена ценам. Потому что цены на порядок ниже, чем в других магазинах. И мне кажется, даже на некоторой позиции цены гораздо ниже, чем в той же самой даже пятерочке. В общем, сейчас вам обо всем расскажу. И сразу назову цены, потому что взяла чек. И этот магазин Чижик. Вот. Слышали вы о таком магазине или нет. Но есть интересная, правда, позиция. В общем, там и продукты есть, и бытовая химия, и вот такие вот товары, как вещи, там игрушки детские. Есть даже канцелярия сегодня пошла, посмотрела посуда какая-то. Показываю, что сегодня взяли. Так как я была с Матвеем, он увидел вот такой набор. Это легкий пластилин. Здесь 36 цветов. Но этот пластилин застывает на воздухе за 12 часов. Но он не липнет к рукам. Здесь много цветов. Вот 36 цветов. И они все яркие. Каждый цвет в своей отдельной упаковке. Это большой плюс. Можно взять несколько упаковок с собой, допустим, на дорогу. Там, я не знаю, на прогулку. Что-то полепил, и все. То есть потом, конечно, ты из него уже ничего не перелепишь. Но можно сделать какие-то фигурки, поделки. И уже с ними играть. Можно, кстати, из такого пластилина делать такие небольшие мячики, попрыгунчики. И они действительно классно потом прыгают. И таким образом можно играть. В общем, такой набор из 36 цветов стоит... Сейчас я вам скажу сразу. 199 рублей. Конечно, мне же стало сразу любопытно цены посмотреть на Валберес. Это фирма Липи Легко. Я, конечно, зашла на Валберес. Нашла эту же фирму. 36 цветов. Тоже Липи Легко. 340 рублей. И здесь еще написано скидка 60%. Но у меня на Валберес сама по себе скидка уже тоже достаточно такая большая. Может быть, у вас вообще еще дороже покажет этот набор. Не знаю. Но, в общем, все равно в итоге получается. Здесь 36 цветов стоит 360 рублей. Ой, 340 рублей. А здесь 199 рублей. Грубо говоря, добавь еще столько же и купи два набора. Прикольный пластилин. Классная задумка. Цена, конечно, я говорю, очень-очень приятная. Дальше. Вот такой вот взяла гель для душа. Для меня это новая марка. Деливия. Свежесть и увлажнение мы взяли с ароматом сладкая ваниль и ягода. С экстратом оливы и молочными протеинами. Здесь 750 мл. Достаточно такая хорошая увесистая упаковка. И стоимость этого геля 149 рублей. Мне кажется, прям очень приятная цена. Если вы таким гелем уже пользовались, напишите, как вам. Но пахнет приятно. И мне кажется, по консистенции он тоже будет хороший, потому что он такой, видите, густой. И также взяла носки. Слушайте, я не знаю. Вот с носками это прям беда. Они постоянно куда-то исчезают. Сколько не покупай, а их всегда мало. Это какой-то кошмар. В общем, взяла старшему сыну носки. Упаковки. Три пары. Одни вот такие коротенькие, темно-синие, серые и черные. Стоят такие носочки по 199 рублей. Состав тут, кстати, неплохой. Хлопок 60%, полиэстер 35% и эластан 5%. Носочки тоненькие, но при этом не просвечивают. Нормально. И еще вторая вот такая вот упаковка. Тоже три пары, но вот эти носочки, они, видите, высокие. Такие, как гольфы. Тоже здесь серые, белые и черные. Знаете, сейчас молодежь как ходит, да? То есть вот такие высокие носки, кроссовки, шорты. И пошли. Ну, вот такие носочки даже себе можно взять. Классные. Мне понравились. Что из продуктов? Конфеты, батончики. Ротфронт. Стандартная упаковка. 99 рублей. Все смотрела по датам. Все хорошее, свеженькое. Также Матвей увидел вот такие вот творожки. Растишка. Хотя он уже сто лет не ел никакие творожки. Я не покупаю, но что-то вот увидел, захотел. Здесь шесть штучек в упаковке. И цена у них 79 рублей за упаковку. Тоже, мне кажется, хорошая цена. Также пирожные. Вот такие вот киндер, пингви. У этих вообще цена смешная. 44 рубля за штуку. Мне кажется, в обычных магазинах они что-то около 100 рублей стоят. Ну, плюс-минус, да? Но все равно никак не 40 рублей, это точно. И Барни. Барни. Вот такая вот одна упаковка классическая. 79 рублей. Насколько я помню, даже в пятерочке, если Барни идет по акции, она, по-моему, вот одна упаковка стоит что-то в районе 100 рублей, что ли. Но, по-моему, не 79 точно. Может, конечно, могу путать что-то, но мне кажется, там даже в пятерке они дороже. Ну, Барни тоже у меня дети любят. И вот так вот с собой можно куда-то взять тоже, потому что все в упаковке. Прикольно. Такие вот продукты можно спокойно взять, потому что, я говорю, сроки хорошие. Как говорится, это все уже проверено. Есть там и пастила, есть различные конфеты, печенье, да много всего. То цены очень приятные. Так, и что еще там было, но я не взяла. Там вот такой вот плед. Подождите, давайте я вам сейчас, секунду, я вам сейчас покажу. Я даже сфотографировала. В общем, вот, вот такой вот плед. В упаковке все завязано, несколько расцветок. Плед Валенсия, размер 140 на 200. Цена вот такого пледа в магазине там 1199. Естественно, я пошла на Валберис и посмотрела. Плед Валенсия, 140 на 200. 2,40. Ну, то есть в чижике гораздо дешевле. Он есть, несколько вариантов. Есть вот такой вот трубчик. Есть еще другая расцветка, это вот серый. Там в магазине был красный, голубой. Здесь они тоже есть. Вот этот стоит 2,18. Тоже вот, вот точно такой же. Вот он тоже голубой. Вот такой вот трубчик. Вот упаковка такая же. Приятный плед, кстати. И вот такой вот еще тоже. Он немножко в другой, видите, идет с белой, темно-серой, с белой нитью. Такая вот бахрома. Смотрите, этот уже дороже, около 3000. А там 1200. Прикиньте. Ну, вот вообще реальная цена. Даже на Валберис дороже, в чижике дешевле. В общем, вот. Как пример, хотела вам показать. В общем, расскажите, если вы подобный магазин посещали, что вы там приобретали. Или, может быть, на основе что брать. Я еще посмотрела бытовую химию, но там очень много бытовой химии. Какой-то новой марки, мне кажется, это именно вот, что Чижик производит. Потому что других магазинов такой не было. Было бы интересно узнать, если кто-то покупал такую бытовую химию, как она в деле вообще, рабочая или нет. В общем, вот, поделилась своим небольшим уловом. Пойду все это делаю разбирать. У меня тут перерыв на чай. Я хочу вам сейчас пожаловаться на погоду. У нас такая отвратительная погода. Мало того, что похолодало. На улице идет дождик. И все утро шел. И сейчас полдня идет дождик. Он хоть и мелкий, но такой все равно, знаете, противный. Не выйдешь на улицу. Небо все затянуто. Хмуро. Серо. Дома темно. Прохладно. В общем, знаете, в такую погоду только лежать под одеялком, закутаться в него и смотреть какие-нибудь фильмы. Но дело многое. Дела никто не отменял. Надо делать. Поэтому просто через силу беру себя в руки и заставляю себя не расслабляться. В общем, заварила чай. Вот это вот свое любимое ведерко. Я его так называю, потому что объем кружки очень-очень большой. Я очень люблю в такую погоду заварить большую кружку чая и сидеть вот так вот кайфовать. Долго-долго его пить. Вот так вот ручки греть об эту кружечку. Сделала себе банановые панкейки. Рецепт есть в Филиграмм-канале уже давно. И также еще в недавних влогах мы с Матвеем готовили вместе эти панкейки. И сегодня решила себе побаловать таким пироженом. Киндер Макси Кинг. Вот из всех пирожных мне нравится вот это больше всего. Они, конечно, все вкусные, но вот это больше всего мне нравится. С орешками. Не буду даже смотреть калорийность, потому что нет в этом смысла. Я не считаю калории. Просто я понимаю, что сегодня хочу что-нибудь сладенькое. Вот сейчас я удовлетворю свои потребности в этом плане. Что вы делаете, когда такая погода? Ничего не хочется делать. Как вы себя ободрите? Как вы себя заставляете? Что вы для этого делаете? Может, у вас есть какие-нибудь интересные ритуалы для этого? Кто чем себя подбадривает, заставляет каким-то образом подняться и делать дела? Не расклеиться, так скажем. На самом деле можно, конечно, лечь отдохнуть. У меня есть в этом плане время. Но я понимаю, что если я сейчас лягу, то будет потом очень тяжело встать и себя дальше заставлять что-то делать. Поэтому я предпочитаю лучше сначала все поделать. А вот когда я знаю, что я освобожусь и все дела будут сделаны, мои запланированы на сегодняшний день, тогда можно уже спокойной душой лечь и, как говорится, поваляться и отдохнуть. В общем, я приступаю к своему чаепитию. И кто со мной, присоединяйтесь. Приятного нам всем вкусного аппетита. У меня тут идут сборы полным ходом. Я на самом деле практически собралась. Мне осталось только высушить волосы, сделать укладку. Это, конечно, сейчас еще минут 40 уйдет. Но без укладки как бы весь эффект будет потерян. Но мне сегодня очень понравился, как получился макияж. Слушайте, так издалека можно понимать, что у меня челна тут накручена на голове. Это полотенце икейское. Кстати, очень его люблю. И очень удобно, что тут есть резиночка. Завязала, ничего у тебя тут не падает, не раскручивается. Очень удобно. Я, кстати, замерзла, пока сидела, красилась прямо реально дома. Вот в такую дождливую погоду, прямо прохладненько. А я такая достаточно сама мерзлявая. Поэтому вот эту кофточку я прям обожаю. Она всегда меня вручает, если я замерзаю. Вот кто бы подумал, да? Синтетика, полностью синтетика. Но насколько она, зараза, уютная. Насколько она теплая. И такая вот прям, ну она плюшевая. Она прям такая... Я ее обожаю. И все время, если мерзну, я ее накидываю. И прям вообще потом не хочется из нее вообще вылезать. Выползать. И она прям меня греет. Такая прям хорошенькая. В общем, полотенце очень крутое. Мне кажется, такие можно найти, наверное, на любом маркетплейсе. Но вот как идея, если вдруг вы еще о таком полотенчике не знали, вот возьмите за идею. А я вам сейчас его покажу. В общем, вот такое полотенце. И здесь, видите, резиночка. То есть я помыла волосы. Я наклоняю голову вниз, обматываю, заворачиваю. И вот этот вот хвостик, цепляясь сюда в резиночку. И все, видите? И то есть как ты не наклоняйся, что бы ты не делал, у тебя все держится и никуда ничего не убегает. Это очень удобно, правда. Прям супер. Полотенце обожаю. Я говорю, я пользуюсь только им. Никакое другое полотенце. Больше я волосы не наматываю. Так, мне надо будет сейчас пойти, я говорю, посушиться, уложиться. Блин. Знаете, с одной стороны, с короткими волосами удобно. Это быстрее сушится и моется. И укладки быстрее там, ну, в этом плане сделать. Все-таки длинные волосы сушить намного дольше. Но я хочу длинные волосы. Я прям реально хочу длинные волосы. Но я как представлю, сколько их мыть, сколько их сушить, это прям какой-то ужас. Особенно с моей густотой волос. Это, наверное, нечто. Да и не отращу, мне кажется. Я сейчас уже такую длину, как хочу. Слушайте, такой образ. Эффект мокрых волос. Сейчас вот тоже такие делают прически. Все, в общем, я готова. Можно даже не укладываться. Сейчас вот здесь вот причесать. И на камере даже не будет понятно, что это мокрые волосы. Можно подумать, что это такая укладка. Обалденно. Слушайте, мне очень понравился макияж. Если захотите, пишите. Я постараюсь его повторить. Но здесь, в принципе, правда ничего сложного нет. У меня, знаете, все в хаотичном порядке. Вот у меня нет никогда заранее какого-то продуманного плана. Какой я буду делать макияж. Какие я цвета буду использовать. Какие я сегодня буду брать оттенки, тени и так далее. Вот. Все, вот я сажусь. И у меня как идет, так идет. К чему рука тянется, к тому и тянется. То я и наношу. Сегодня я использовала вот такую вот палеточку. Вот. Revolution. Это моя, кстати, недавняя покупка. Ну, как недавняя. Лет. Не летом. Весной я ее купила. Я покупала Вики. Тоже палетку теней от Revolution. Другую. Более большого формата. Вот. И на эту палетку я уже очень давно засматривалась. И она у меня давно висела на Валберескре в избранных. Но я все время боялась получить разбитый рефил. И я как-то не решалась, в общем, ее заказывать. Хотя очень давно ее хотела. И когда я покупала Вики в подарок тени, и она у меня стояла перед глазами на витрине, я просто не могла пройти мимо. И ну, ну как так. Вот я ее хотела, она тут стоит передо мной, а я пройду и не куплю. И себя обижена. Нет. Я, в общем, себе взяла ее, купила. И я не нарадуюсь. Она очень красивая. Тут немного оттенков, но они такие, знаете, прям вот все ходовые. Можно и вечерний макияж сделать, и обычный дневной. И зеркальце здесь есть. И вот, смотрите, такие тенюшки. Очень красивые оттенки. Их там несколько вариантов. Можно выбрать на свой вкус и цвет. Вообще, у Революшн столько палеток. И я, когда выбирала Вике палетку теней, у меня глаза разбегались. Я даже не знала, что ее выбрать. Сегодня мне хотелось что-то такого спокойного, но при этом, чтобы были видны глаза. Вот, была ровная кожа. Выровненный тон лица. Вот. И без всяких заморочек. Вот, в принципе, у меня это и получилось. Очень понравилось. В общем, девчонки, если захотите, буду повторять. Только вы напишите тогда, что вот этот макияж, чтобы я понимала, какой делать. Здесь очень все просто, понятно. Я думаю, что каждый из вас сможет повторить. Знаете, что я поняла? Какой же все-таки кайф, когда ты знаешь, что тебе идет, что тебе подходит, какие цвета тебе идут. И ты можешь в любой момент себя собрать. Я понимаю, что, конечно, сборы вместе с визажистом, это совсем другое. И, конечно, профессиональный макияж отличается. И продукты там совершенно другие, и техника другая. И итог в итоге. Мы тоже получим другой. Но, тем не менее, вот так себя собрать на какой-то праздник, на торжество, на фотосессию, это всегда большой плюс, когда ты умеешь себя красить. У меня, конечно, в свое время был порыв. Я думаю, может быть, пойти визажист, отучиться, сходить на курсы. Но я понимаю, что вот мне чисто для себя это было интересно. Вот эта вот история, то есть и косметика, и макияж, и продукты, и консистенции, все-все-все, это мне чисто интересно для себя. То есть на ком-то макияж воплощать, наверное, у меня не было такого желания, поэтому у меня быстро эта идея отпала. Вот. И я понимаю, что я, зная свои все черточки лица, все свои изъяны, морщинки, проблемки и так далее, я знаю, где мне нужно что-то подчеркнуть, где надо что-то скрыть. И когда я крашу кого-то, у меня был такой опыт, я вот в таких вот ситуациях, уже в сомнениях, а подойдет ли, не подойдет ли, что получится в итоге, а понравится, не понравится. Я понимаю, что надо набивать руку, что это все приходит с опытом, но, наверное, все-таки визажистом становится тот, кто этим горит. Вот если бы у меня было желание накрасить любого, кого только можно, вот лишь бы мне только кого-нибудь накрасить, наверное, да, нужно было тогда идти. А так как у меня не было желания красить всех подряд, мне хотелось узнать для себя много информации насчет косметики, как, чего, куда и зачем, то на себе я это применяю всегда, и я очень рада, что я в этой теме хоть чуть-чуть, но шарю. Профессиональных никаких курсов я не заканчивала, но вот мне нравится, что я могу себе сделать красоту на лице, когда это необходимо. Так что все-таки краситься девочкам, мне кажется, нужно уметь. Сейчас классно, что есть много курсов, когда можно отдать ребенка, если у нее есть такое желание, да, девчонку, и она хотя бы какие-то азы будет понимать, и просто элементарно какую-то базу будет знать, и использовать это прежде всего себе в жизни, на своем деле, так скажем, да, потом уже будет думать, нужно ей это или нет, для других где-то использовать или на других, но для себя, мне кажется, это хорошие такие знания, обычные даже, понимать, какие тебе текстуры подходят или нет, что подходит для твоего типа кожи, вот, такие знания минимальные, но нужно знать. Это лично мое мнение, не знаю, напишите. Вот вы бы сходили бы на курсы сами для себя, умеете ли вы себя собрать, умеете, ну, как вообще пользоваться косметикой, просто хотя бы понимать, какой тон нужен тебе, какие румяна тебя освежат, они испортят, они сделают из тебя матрешку, какие, допустим, тени, цвета теней, тебе подойдут для твоих глаз, чтобы именно выделить и вытянуть твой цвет глаз, а не наоборот сделать как-то их безликими и испортить даже еще больше, чем подчеркнуть. Вот я про это, что я говорю, нужно такие знания все-таки знать. Я говорю, благо сейчас, вот в наше время сейчас вообще так все в этом плане просто. Раньше мы покупали кучу книжек, я помню, сам себе визажист, такие там куча-куча книжек, правда, у меня было куча журналов, книг по визажу, по косметикам, по всем этим, в общем, разным знаниям. Даже я покупала книгу Бобби Браун, которую все в свое время гонялись, ее искали, я тоже как ненормальная, в общем, ее приобрела, посмотрела, ну, я купила сначала, потом полистала, там, конечно, есть, ну, какие-то тоже такие базовые знания, пишут, но я на тот момент уже насмотревшись Ютуба, много девчонок-визажистов, я такая думаю, ну, и как бы зачем мне эта книга, тут ничего интересного иного для меня уже нет, и я ее потом, по-моему, куда-то потом отдала, я что-то сильно разболталась, полосы у меня уже наполовину сухие, их надо идти сушить, потому что если сейчас они высохнут, потом уже мне не получится их уложить, так как я хочу, так что все, буду прекращать болтать, и пойду дальше собираться, знаете, если я сажусь за туалетный столик, беру какие-то там продукты, косметические, что-то начинаю на себя наносить, и начинаю краситься, все, меня этот процесс может так увлечь, могу просто вот в это вот все с головой уйти, что я могу тут сидеть часами, к сожалению, столько времени у меня нет, так что все, пошла я дальше собираться, я закончила съемку, и что вы думаете, я так увлеклась процессом, что я потерялась просто во времени, и оказывается, когда я уже посмотрела в окно, уже стемнело, уже наступил вечер, и я себя словила на мысль, что я сегодня ела один раз, но как ни странно, я сейчас есть вообще не хочу, единственное, что мне очень хочется, это пойти выпить чашку кофе, вот прям очень хочется кофе, вот, но у меня, кстати, частенько так бывает, если я чем-то очень сильно занята, и меня этот процесс поглощает с головой, я о еде вообще не думаю, то есть как бы, ну нет такого, что я хочу есть, иногда бывает, что я делаю какое-то дело, я понимаю, что уже пришло время поесть, я хочу кушать, но я, знаете, для себя решила, что сначала делаем дело, заканчиваем, а потом уже идём есть, потому что много раз так было, наполовину дело обрываешь, идёшь поешь, потом, в общем, уже лень, потом не с тем настроением, потом что-то хочется полежать после еды, и я как бы, ну вот для себя просто решила, что я сначала всё доделаю, а потом уже пойду есть. Самое главное, вот в этот момент, когда я голодная, меня не трогать. Я не так давно поняла, что оказывается, когда я голодная, я такая злая, я просто злюка такая, ко мне не подходи. Раньше за собой такого не замечала, сейчас вот если я голодная, реально, меня прям всё раздражает, меня прям всё бесит, меня не трогайте, не дай бог что. Всё, я, короче, такая злюка, и когда я поем, меня отпускает. Не знаю, кто-нибудь ещё тоже замечал за собой такое. Но вот я как-то вот за последнее время только такое поняла. Я, кстати, не просто так уже оделась, тут в кожанке, в тёплом свитере. У нас на улице, между прочим, 14 градусов, и вот в сравнении с днём разница в температуре очень большая. И вот знаете, сейчас по вечерам, когда выходишь на улицу, именно вот уже, когда солнце ушло, там где-то часов 8-9 вечера, так ощущается вот этот осенний холодок, вот эти нотки осени, то есть вечера прям уже реально такие холодные. И так прям даже грустно становится, что действительно уже летние денёчки, тёплые ночи, они уже канули в лето. И нас ждут впереди холодные вечера. Но что поделать. Так что пойду я за дозой кофеина выпью кофе и приду, буду убирать весь хаос, который творится здесь после съёмки. Ой, ну зато всё отсняла, всё сделала. Я молодец. Я тут выглянула в окошко, посмотрите, какой у нас туман. Ёжики в тумане, лошадка. Помните, как в том мультике про ёжика? Здорово. Влажность, видимо, очень большая, поэтому такой густой туман. мне так нравится, красиво. лошадка. Спасибо. Продолжение следует...